Доброе утро, дорогие! Думается, в наше время вряд ли какая-то семья, обычная семья, может обойтись без кредита. И поэтому для вас мы продолжаем цикл встреч с финансовыми консультантами Бюро финансовых решений «Пойдем». Тема «Почему банки могут отказать вам в выдаче кредита». Сегодня мы разговариваем с финансовым консультантом Светланой Локтионовой. Доброе утро, Светлана! Доброе утро! И для начала давайте проясним, что такое кредитная история, каким образом она формируется. Я правильно понимаю, что это некая база, база данных, да? Совершенно верно. Кредитная история – это некая база, где фиксируются все кредиты, название банка, сумма кредита, которую вы брали, срок кредита, о том, как вы платили, допускали ли просрочки. Все это в базе указывается. И тогда уже банк может, видя всю информацию, принимать решение отказать, не отказать? Ну, не совсем так. Потому что если клиент допускал просрочки, то, соответственно, причины бывают разные просрочек. А, то есть вы хотите сказать, что есть вариант, когда человек по каким-то причинам испортил кредитную историю, но все-таки банк ему может выдать кредит, приняв во внимание эти обстоятельства. Да, конечно. Потому что испорченная кредитная история одна, рознь другой испорченной кредитной истории. Безусловно. Бывает такое, что когда клиент берет кредит и просто по нему не платит, это говорит о его безответственности и необязательности. Но причины бывают разные. И бывает такое, что когда клиент берет кредит и допускает просрочки, не зависящим от него причинам. Ну, задержка зарплаты, да, наверное, такая типичная причина. Да, очень распространенная на самом деле причина – это задержка заработной платы. Поэтому одно из правил кредитования – выбирайте для себя удобную дату платежа, чтобы не допускать просрочки. А, то есть мы, как заемщики, можем сказать в банке, вы знаете, вот вы мне поставили 25-е, а у меня зарплата, условно говоря, 29-го числа месяца, да? Мы можем пойти навстречу клиенту, естественно, это в интересах самого банка и заемщика, чтобы не допускать просрочек. А какие еще обстоятельства могут повлиять на ухудшение кредитной истории? Ну, вот зарплата, понятно. Болезнь, отъезд, например, внезапный в связи с какими-то драматичными, трагическими обстоятельствами? Бывает такое. Когда клиент нас ставит в известность, что у него что-то происходит, и от него это не зависит, мы это все фиксируем. Но, тем не менее, в кредитной истории уже есть запись, и банк смотрит, да, у него есть вот такие просрочки, есть проблемы, значит, уже кредитная история считается испорченной. Или все-таки вы можете на это посмотреть и сказать, ой, вы знаете, у вас такие обстоятельства, которые мы примем во внимание, в общем-то, мы хороший человек. Мы принимаем внимание, потому что всему есть объяснение. А еще кредитная история испорчена бывает по вине неправильно посчитанной суммы для полного досрочного погашения. И если не хватает, допустим, тех же двух рублей для полного погашения, в данном случае для нас не сумма является критичной, а сам факт просрочки и количество этих просрочек. Поэтому надо знать свою кредитную историю, и я рекомендую проверить ее. Вот, это хорошая, кстати, хорошая рекомендация. Но вы знаете, что все-таки делать, если кредитная история испорчена не по вине заемщика? Есть несколько видов оспаривания или исправления кредитной истории, и мы можем вам в этом помочь. Я так понимаю, что это уже тема следующей нашей встречи. Дорогие, присоединяйтесь к нам 25 числа в четверг, и мы непременно вам обо всем расскажем.